Факционный курс по дисциплине Методы сбора и анализа Метико-биологической информации Лекция 5 Часть 2 Метод частотно-временного анализа Аналог теоремы в Парсевале Для каждой функции F от T принадлежащей L второму и ее непрерывного преобразования и вельвет справедливо следующее отношение Интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности модуля в квадрате F от T равен единице деленное на C с индексом Пси умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности модуля в квадрате c, w, t с индексом f от a, b умножить на d, a, d, b, деленное на a в квадрате. Свойства локальности. Локальные свойства базиса 5.8 во временной и частотной областях характеризуются в концентрации энергии базисной функции psi с индексом a, b от t во временной и частотных областях. Поэтому количественно это свойство можно определить величиной вторых центральных моментов функций psi с индексом a, b в скобках от t в квадрате и квадратный корень из которых характеризует область наибольшей концентрации энергии этих функций. Первый момент, центр тяжести, среднее значение функции psi от Первый момент, центр тяжести, среднее значение функции psi с индексом a, b в скобках от t в квадрате будет равен Инверсия t первая равно a деленное на psi в квадрате умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности квадрата модуля psi от t1 dt1 и равно b плюс at нулевое. Отсюда следует, что центр тяжести базисной функции psi с индексом a, b в квадрате от t изменяется с масштабом a. Чем шире базисная функция, больше a, тем больше расстояние между центрами базисных функций. Определим второй центральный момент функции psi с индексом a, b в скобочках, t в квадрате. Имеем. Обозначим. t1 равное t минус b деленное на a. Далее. Дельта с индексом psi в квадрате равняется a в квадрате деленное на psi в квадрате умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности t первое минус t нулевое в квадрате умножить на квадрат модуля psi от t первое до t первое и равняется a в квадрате дельта в квадрате с индексом t. Тогда ширина, иногда говорят радиус функции psi с индексом a, b в скобочках от t во временной области будет равен r с индексом psi от t равен a умножить на дельта с индексом t. Следовательно, функция psi с индексом a, b от t занимает окно во временной области. Это окно шириной. 2a умножить на дельта с индексом t будет расположена около точки t с индексом w равным b плюс a t нулевое. Последнее значение означает... Последнее означает, с одной стороны, что значение анализируемой функции, взятое в некоторой точке t нулевое, влияет на значение коэффициента c, w, t с индексом f от a, b с ростом масштаба во всем большем временном диапазоне, образуя в плоскости a, b так называемый угол влияния, рисунок 5.10a. С другой стороны, величина коэффициента c, w, t с индексом f от a, b в точке a нулевое, b нулевое будет определяться значением функции f от t в окрестности точки b нулевое, определяемый тем же углом влияния, рисунок 5.10b. Рисунок 5.10. Угол влияния на величины коэффициентов c, w, t с индексом f от a, b. С ростом масштаба a и на величину коэффициента c, w, t с индексом f от a нулевое, значение функции f от t в окрестности точки b нулевое от b. Определим далее локальные свойства вельвета c от t в частотной области. Обозначим через омега нулевое и дельта с индексом v в квадрате величины первого и второго центральных моментов функции c с индексом омега. Так было отмечено выше. Благодаря равенству нулю первых моментов вельвета c от t, функция c с индексом омега описывает полосовой фильтр с центральной частотой, равной омега нулевому. ню от омега равную пси от омега минус омега нулевое, имеющую нулевое среднее значение и ширину дельта с индексом омега, то вельвет преобразование в хурии области аналогично 5.12 можно записать в виде а умножить на корень из а разделить на 2π умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности экспоненты от jπ омега умножить на ν и умножить на а умноженное на омега минус омега нулевое, деленное на а, f от омега, d омега. Площадь частотно-временного окна вилет анализа будет равна 2 умножить на умножить на дельты с индексом t умножить на 2 дельты с индексом омега, деленное на а, равно 4 дельты с индексом t умноженное на дельты с индексом омега, то есть она будет постоянной при всех значениях масштаба а. Причем увеличение масштаба, смещение в низкочастотный диапазон анализа окно будет расширяться по временной шкале в плоскости время-частота рисунок 5.11 и сужаться по частотной шкале рисунок 5.11 Функции вилет анализа на плоскости время-частота Дискретное вилет преобразования Дискретизация масштаба Базисом для dwt является функция, полученная из 5.8 при а, равном а с индексом 0 в степени m Пси с индексом 0 в степени минус m деленное на 2 умножить на Пси от а с индексом 0 в степени минус m умножить на t минус b. Если справедливо И если Пси от t достаточно быстро затухает, то любая функция из l до 2 может быть представлена в виде дискретной по m, принадлежащему z-последственности, что описано в формуле 5.24 Для восстановления f от t по дискретным значениям в формуле 5.24 на базис Пси с индексом mb от t налагаются дополнительные ограничения, а именно масштаб образ фурье А именно образ фурье Вильветта Пси с индексом mb от t должен удовлетворять соотношение А меньше либо равно суммы от m принадлежащего z модуля в квадрате Пси от а с индексом 0 в степени m омега и меньше либо равно b Где константы а и b такие, что 0 меньше а, а меньше либо равно b, b меньше в бесконечности При каждом значении масштаба а-м Вильветт представляет собой полосовой фильтр То набор, сумма этих фильтров, блок фильтров является некоторым устройством с неравномерной частотной характеристикой Определяемой константами а и b рисунок 5.12 Частотная характеристика набора полосовых фильтров, образованных Вильветтами Пси от а с индексом m омега С разным масштабом при m равном 0, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4 Сигнал, например звуковой, на выходе такого устройства при сильной неравномерности частотной характеристики Прицепевает существенные искажения Поэтому для его восстановления принимают специальные меры В частности устанавливают фильтр, компенсирующий искажения частотной характеристики Вильветт при образовании таким фильтром является дуальный или двойственный вильвет Фурье, образ которого имеет следующий вид Покажем, что с помощью такого вильветта по коэффициентам dwt полностью восстанавливается сигнал Действительно, используя соотношение парсиваля и формулу 5.25 получим следующее выражение Из 3.25 и 3.25 можно показать, что 1 деленная на b меньше либо равна сумме от m принадлежащего z Квадрата модуля psi с волнистой черточкой От а с индексом 0 в степени m омега Меньше либо равно 1 деленной на а Дискретизация масштаба и сдвига В этом случае полагают дискретные величины a и b То есть a равняется a с индексом m равняется a с индексом 0 в степени m И b равняется k умножить на b с нулевое, а нулевое с индексом m Частотное окно для анализа сохраняется прежним Ширина временного окна 5.28 равна 2 умножить на a с нулевое в степени m умножить на d с индексом t a среднее значение t нулевое плюс kb нулевое умноженное на a нулевое с индексом m Изменяется дискретно пропорционально m на степени a нулевое масштаба и львета Чем уже функция psi, то есть меньше величина a нулевое в степени m Тем меньше на ту же величину шаг сдвига этой функции Базисными функциями, где дискретно увеличивает преобразование Будут функции, полученные из 5.8 При a равном a нулевое в степени i и b равном k умножить на b нулевое умножить на a нулевое в степени i Этот процесс описан в следующей формуле Коэффициенты разложения любой функции из l2 могут быть получены так, как это описано в формуле 5.28 Выражение 5.28 является дискретным или преобразованием функции f от t минус dwt Чтобы обратное преобразование во временную область было справедливым, должно выполняться следующее условие Для всех f принадлежащих l2 от r Если константы a и b такие, что 0 меньше a, a меньше либо равно b, b меньше в бесконечности В этом случае для восстановления функции f от t по коэффициентам dwt с индексом f от ik будет иметь вид f от t равняется 2 разделить на a плюс b сумма от ik d dwt с индексом f от ik умножить на psi с индексом ik от t плюс r Где ошибку восстановления r можно оценить как, представлено ниже Разделив все члены неравенства 5.29 на квадрат модуля 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 f Можно выделить, что константы a и b являются границами, нормированные на квадрат модуля модуля f энергии скалерного произведения f psi с индексом ik Они, эти константы, как бы обрамляют нормирование энергии коэффициентов dwt с индексом f и k Отсюда произошел термин frame, называемый множеством функций Пси с индексом ik от t точка с запятой и запятая k принадлежащие z При которых условия 5.29 поволняются Если a равняется b, то модуль модуля r равен 0 И множество psi с индексом ik от t называют плотным frame При этом выражение a умноженное на квадрат модуля модуля f равняется Сумма от ik квадрат модуля f, psi и k Вытекающая из 5.29 является обобщением теоремы противоля на плотные фреймы Для плотных фреймов из 5.30 получаем следующее выражение Если a равняется b и равняется единице, то плотный frame становится ортогональным базисом Заметим, что для вельветов, образованных материнским вельветом 5.14 Хорошие результаты при восстановлении сигналов получаются При a с индексом 0 равняется 2 в степени 1 четвертая Запятая b с индексом 0 равняется 0.5 Так как b деленное a на a минус 1 меньше 10 в минус 5 степени Для больших величин, например, a с индексом 0 равняется 2 Будет b деленное на a минус 1 равняется приблизительно 0.8 То есть восстановление приводит к большим искажениям Примеры вельветов для дискретного преобразования Синк базис Разобьем ось частот на интервалы под диапазоны, как показано на рисунке 5.13 При a нулевом равном 2 Рисунок 5.13 Разбиение оси частот в логарифмическом масштабе при a нулевом равном 2 Любой сигнал f от t, принадлежащий l второму, со спектром f от ω Может занимать полосу частот, охватывающую несколько таких поддиапазонов Тогда f от ω равняется сумма от m f с индексом m от ω И f малое от t равняется сумма от m f малое с индексом m от t f То есть сигнал представляет собой сумму некоторого элемента сигнала То есть сигнал представляет собой сумму некоторого числа элементарных сигналов В рассматриваемом идеальном случае частотные каналы не перекрываются Поэтому имеет место ортогональность этих элементарных сигналов То есть интеграл f с индексом i от t f и с индексом t от t dt равен Единица деленная на 2π интеграл f с индексом i от ω умноженная на f с индексом k от ω d ω И равняется Δ малое умноженное на i минус k Выберем из всего множества сигналов такие, которые ограничены полосой частот 2 в степени и большую То есть имеющий спектр f с индексом i от ω Рассмотрим периодическую функцию f с индексом i от ω Такую, что φ от ω равняется Сумма от k равного минус бесконечности до бесконечности f с индексом i умножить на ω Минус 2π умножить на π умножить на 2 в степени и большое умножить на k То есть полученную периодизацией f с индексом i омега Рисунок 5.14 Периодизация данной функции Тогда спектр функции f с индексом i от ω При произвольном и большое Можно представить в виде показанном на формуле 5.31 Где p от x функция окна такая Что p от x равняется 1, если 1,2 меньше либо равна x и x меньше либо равен 1,2 нулю в остальных случаях Посмотрим как при этих условиях можно представить функцию f от t во временной области Для этого разложим периодическую функцию φ с индексом i от ω с периодом t большое деленное на 2 равное Пи умножить на 2 с индексом и малое в ряд фурье Как это представлено на формуле 5.31 Где b и t от k выглядит следующим образом Как это представлено на формуле 5.32 Подставляя 5.31 в 5.32 и выполняя обратное преобразование фурье Получим следующую формулу Представленную в конце данного слайда Тогда из 5.33 получим следующее выражение Где функция φ от x равна sinπx деленное на πx и равна sinc от x Показанная на рисунке 5.15 Сумма элементарных сигналов φ с индексом i от t равна φ от t равна Сумма от i равного 0 до m минус 1 φ и t от t И равна сумма от i k a с индексом i от k ψ с индексом i k от t Где вельвет Рисунок 5.16 Представлен следующим выражением Формула 5.36 Рисунок 5.15 Синкс функции 5.16 Синк вельвет Пси от x равняется 2φ умножить на 2х минус φ от x Выражение 5.35 является представлением функции f от t в базисе вельвет Рассматриваем в частном случае Идеальной голосовой фильтрации вельветом является функция 5.36 Образованная из материальной функции Пси от x По 5.37 С учетом 5.34 Такой вельвет называется синк вельветом По имени функции 5.34 Которая его образует А функция 5.34 получила название масштабной функции Множитель 2 в степени и деленное на 2 при Пси с индексом ик от t Вне зависимости от величины масштаба Так как показано в следующем выражении Покажем, что рассматриваем в частном случае В с индексом и от к равном 2 в степени минус и умножить на f Малое с индексом и малое умножить на f Умножить на 2 в степени минус и умножить на k То есть определяется отчетами функции f с индексом и от t При t равном 2 в степени минус 1k Рассмотрим интеграл с Фурье При дискретных значениях t Принадлежащих k умножить на d с индексом t Функции f с индексом и малое От омега Заданный на интервале От модуля омега Меньше π умножить на 2 в степени и С учетом 5.32 Получим выражение Представленное в формуле 5.38 Последнее равенство справедливо При дельте с индексом t Равном 2 в степени минус и И вещественных f от t Следовательно b с индексом и к равное 2 в степени минус и умножить на f с индексом и От 2 в степени минус и умноженное на k Выполнив преобразование в Фурье Выражение 5.36 Можно видеть, что спектр в Фурье Синквильвета Представляет собой идеальный полосовой фильтр В общем случае Занимающий полосу частот От 2π умножить на 2 в степени и До 2π умножить на 2 в степени и плюс 1 Вильвет Хаара Разобьем теперь временную ось на интервалы Как показано на рисунке 5.17 И определим на единичном интервале функцию Как это представлено на Выражении 5.39 Эта функция является материнским вильветом Так как она ультверяет условия 5.7 Рисунок 5.17 Функция Хаара А. Вильвет Б. Спектр в Фурье амплитуды Система сдвигов таких функций Пси от Т минус Н Образует ортогональный базис Так как их взаимная энергия равна нулю При Н не равном нулю И равна единице при Н равном нулю Интеграл от минус бесконечности до бесконечности Квадрата модуля Пси от Т ДТ Равен единице При обзывании Фурье вильвета Хаара Имеет следующий вид Функция Хаара Так же как и Синквилет Могут быть получены с помощью масштабной функции Пси от Т Равно единице Если 0 меньше либо равен Т Т меньше единице И нулю во всех других случаях Что иллюстрируется на рисунке 5.18 Рисунок 5.18 Формирование вильвета Хаара С помощью масштабных функций Спасибо за внимание